Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Это традиционная позиция еще Советского Союза, затем и России, начиная с 1948 года. Наша задача сегодня, главная задача – остановить кровопролитие и насилие. В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными разрушительными последствиями. Причем не только для регионов Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока. Именно это неоднократно подчеркнуло я в своих выступлениях в ходе многочисленных телефонных разговоров и личных встреч с главами Ближневосточных и других государств. Вместе с тем, мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах. Запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами. Для этого в том числе пытаются играть на национальных и религиозных чувствах миллионов людей. Причем такая, с позволения сказать, политика реализуется уже давно, задолго до нынешнего кризиса. Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с суннитами, православных с католиками. В Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь. В ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста. На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола. Цель, на мой взгляд, всех этих действий, очевидно, умножить нестабильность в мире, разобщать культуры, народы, мировые религии, спровоцировать конфликт цивилизации. Все по известному принципу «разделяй и властвуй», и при этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же. Лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение, по сути, неоколониальной системы. На Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства. И чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход все те же средства. В том числе исламофобию, антисемитизм, русофобию. Конечно, этим силам, которые проводят такую политику или пытаются ее проводить, выгодно, чтобы эпидемия насилия и ненависти охватила не только Ближний Восток, но и другие регионы. Чтобы на территории Евразии обострились старые и возникли новые горячие точки. Во многом, дирижируя конфликт на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя национализм, религиозную нетерпимость ко всему миру, эти самые силы, конечно же, преследуют и свои враждебные цели в отношении нашей страны. И эти цели декларируются правящими кругами некоторых стран открыто. Нанести нам, как они выражаются, стратегическое поражение. И здесь тоже нет ничего нового. Им нужно, чтобы и Ближневосточные, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно связаны так или иначе с Россией, или, точнее, били бы по России, по нашему обществу. Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество. Поджечь национальные и религиозные распри в нашем Доме. Подчеркну, сейчас на лидерах общественного мнения, руководителях политических партий, общественных объединений, главах регионов нашей большой страны, на пастырях традиционных религий, на всех институтах гражданского общества, лежит колоссальная ответственность за будущее России. Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного, что главное, из коренных интересов нашего собственного многонационального народа. Всегда, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности. Всё другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую. Я знаю, что для всех нас, пастырей, духовных лидеров, христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма, такое согласие, единство нашего общества – это безусловная ценность. Я благодарю вас за такую принципиальную позицию. И хочу отметить то большое внимание, которое вы уделяете просветительской работе, развитию межрелигиозного диалога. Представители конфессии вместе реализуют социальные, благотворительные проекты. Ещё раз вернусь к тому, с чего он начал. Оказывают поддержку участникам специальной военной операции, их близким. Велик вклад в наших традиционных религий и в укрепление семейных ценностей, в патриотическое воспитание молодых людей. И, конечно, в гармоничное развитие межнациональных отношений на основе согласия и взаимопонимания между людьми разных этносов, традиций, вероисповеданий. Я ещё раз подчеркну. Мы – один народ. У нас одна Родина. И все мы несём общую ответственность за её благополучие и безопасность. Предлагаю вот на эту тему и поговорить. Ваше следовательство. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за инициативу провести вот эту встречу, за слова, которые вы сейчас к нам обратили. Действительно, это очень своевременная и нужная инициатива. Конечно, особую озабоченность сегодня вызывает у многих конфликт, который с новой силой вспыхнул в Восточном Средиземноморье. На протяжении столетий к этому региону было приковано внимание верующих всех авраамических религий. Иерусалим был и остаётся священным городом и для христиан, и для людей, и для мусульман. Иерусалим, территория Палестины, Израиля – это святая земля, на которой происходили важнейшие события мировой истории. И прежде всего, непосредственно связанные с общением Бога и человека. Исторически Россия поддерживает самые тесные связи со святой землёй, стремится сохранять там русское присутствие, история которого исключительно богата фактами и событиями. Многочисленные письменные свидетельства, а также культурные артефакты указывают, что паломничество в Иерусалим было одним из наиболее желанных и значимых событий в жизни благочестивых русских людей. Именно обеспечение самой возможности посещения святой земли широкому кругу наших соотечественников было одной из главных целей учреждения более 140 лет решением императора Александра III императорского православного палестинского общества. Эта организация, несомненно, внесла свой значительный вклад в поддержку палестинского народа, прежде всего, в образовательной и социальной сферах. Создавались школы, приюты, больницы, то есть осуществлялась очень значительная благотворительная деятельность, направленная на поддержание местного населения. Отрадно, что сегодня традиционная взаимосвязь России и святой земли продолжает развиваться. И хотел бы особенно отметить, что наше государство стремится поддерживать исторически сложившиеся, связи сквозь века сложившиеся, и традиции, а в том числе и культурное взаимодействие со странами и народами Ближнего Востока. Наша нынешняя встреча проходит в очень непростое время. Хотя не знаю, бывают ли простые времена. Иногда для одних простые простые, а для других простые становятся очень сложными. Но сегодня в мире разворачивается множество конфликтов. Их следствием становится появление новых угроз мирному сосуществованию народов и стран. Разрушаются дружественные добрососедские отношения. Испытывается на прочность устоявшиеся связи представителей различных культур и религий. Потому что и религии тоже втягиваются в эти конфликты. Представители религии. События последних недель вызывают наибольшее опасение. Потому что затрагивают сложнейший вопрос столкновения, а также соотношения и взаимодействия двух древних авраамических религий. Это ислам и юдейство. Хотел бы выразить признательность вам, как президенту Российской Федерации, государственному руководству России за последовательную миротворческую позицию в связи с проблемами урегулирования, в том числе и Ближневосточного конфликта. Трудно сказать, что было бы на Ближнем Востоке, если бы не эта миротворческая роль России. И только слепой может не видеть того, что от этой именно роли во многом зависит стабильность, спокойствие, насколько это возможно иметь это спокойствие на Святой Земле. Искренне убежден, что у нас представители разных религий в России, у государственных властей и общественности имеется общая заинтересованность в том, чтобы межрелигиозный и межкультурный диалог служил созиданию мира и достижению согласия. Мы все хотим, чтобы отношения между верующими традиционных религий были взаимоважительными и доброжелательными. Для этого у нас есть необходимые прочные основания в виде нравственного консенсуса, общего понимания, что есть добро и что есть зло. Вот это фундаментальный момент. У нас в каком-то смысле общая система нравственных ценностей. Конечно, окрашенная в какие-то культурные тона, конфессиональные, но по сути развлечения добра и зла в наших религиях одно и то же. Религии не должны служить делу ненависти, призывы, которые звучат сегодня, к сожалению, иногда, в том числе и в радикальных религиозных группах. Думаю, что все присутствующие здесь духовные лидеры согласатся с утверждением, что идеи человека ненавистничества не могут никак ассоциироваться с религией. Более того, по своей внутренней природе эти идеи есть несомненное порождение врага рода человеческого, дьявола, который ненавидит доброе. Мы, лидеры традиционных религий России, хорошо осознаем весь трагизм происходящего сегодня на Ближнем Востоке. А потому не имеем права допустить в нашей стране призывов к враждению и проявлению ненависти на религиозной почве. И, слава Богу, за исключением каких-то совсем маргинальных групп, ничего подобного в России не имеет места. Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом с главой государства. Это вообще такой уникальный пример того, как взаимодействует российское государство с религиями, представленными на территории России. Мы ведь вместе свидетельствуем об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью. Более того, как я уже сказал, у нас много общего вопросов нравственности. А общим врагом мы считаем грех, подлинное зло, поражающее душу человека. Конечно, светская этика и тем более светское право не оперируют понятием грех, но оперируют понятием нарушения закона. А грех есть нарушение Божьего закона, который лежит в основе человеческой нравственности. А на основе человеческой нравственности, исторически сформировавшейся во многих культурах, и возникает право. Поэтому есть, конечно, глубинная связь между, в каком-то смысле, религиозными ценностями, религиозной верой и правом. Ныне, к сожалению, имеют место провокационные действия, направленные на усугубление ближневосточного конфликта путем дегуманизации противоположной стороны с использованием информационных ресурсов. Для устранения этой угрозы необходимо широкое и непредвзятое освещение ситуации. Очевидно, что Россия, последовательно отстаивая принцип уважения законных интересов каждой стороны и всемерно поддерживая стремление гражданского населения Израиля и Палестины к утверждению прочного справедливого мира, своей позицией содействует поиску путей прекращения вооруженного конфликта и восстановлению диалога политических оппонентов. Вместе с тем, невозможно не сказать, что любые удары по гражданским учреждениям и религиозным святыням достойны самого решительного осуждения. Может быть, именно поэтому нередко и подвергаются религиозные объекты такому насильственному нападению, чтобы спровоцировать и ожесточить сердца людей и тем самым сделать конфликт более жестоким. Иерусалимская Православная Церковь В этом разговоре выразить совместную поддержку усилиям Иерусалимского Патриархата, возглавляемого Патриархом Феофилом, и призвать всех не ослабевать в молитвах и наших дальнейших совместных усилиях по утверждению прочного и справедливого мира на Святой Земле. Святая Земля – это наше общее сокровище, духовное, культурное, историческое. И поэтому мир на Святой Земле – это наша общая ответственность и общая забота. Благодарю за внимание. Спасибо большое за ваши оценки. Они чрезвычайно важны для верующих людей и вообще для нравственного понимания происходящих процессов и важности единства для нашей страны. Пожалуйста, уважаемый муфти. Ваше Святейшество Патриарх Кирилл, достаточные участники этой долгожданной встречи. Сердечно приветствую вас от имени Центрального Духовного Управления мусульман России. Владимир Владимирович, мы сердечно благодарим вас за приглашение на эту встречу. Очень тяжело и больно мы переносим то, что происходит на Ближнем Востоке и в мире в целом. Мы искренне благодарим за вашу оценку, которая находит понимание не только у россиян, не только у нас духовных деятелей, да и во всем мире. В эти дни многие наши друзья и знакомые, видные религиозные деятели, общественные, государственные, говорят о очень взвешенной позиции вашей, Владимир Владимирович, Российской Федерации. И говорят, что очень надеются, что Россия внесет свой достойный вклад в восстановление мира и согласие на Ближнем Востоке. В то же время тяжелой болью и великой скорбью отдаются в наших сердцах разгоревшийся с новой силой конфликт на священной земле вокруг обители мира Иерусалима. Об этом и вы, и ваше святейшество очень обстоятельно говорили, потому что эти места, они дороги для всех, и для мусульман, для христиан, для иудеев, да и для всего человечества. Все человечество немезразлично к этому относится. Несомненно, в основе этого конфликта лежит несправедливость по отношению к палестинскому народу, заложенной более 70 лет тому назад, в течение которых не выполняются резолюции Организации Объединенных Наций о создании двух государств Израиля и Палестина. Это не сегодняшняя проблема. Но как-то находили всегда взаимопонимание и страсти не доходили до такого предела. Происходящее и развитие противостояния двух сторон привело не только к попранию всех норм международного права и норм взаимоотношений народов и государств, но и к применению варварских методов борьбы, когда страдают и погибают мирные жители, и прежде всего женщины, дети и старики. К сожалению, некоторые страны не только не способствуют справедливому решению этого конфликта, а наоборот в очередной раз демонстрируют всему миру свое право силы и двойные стандарты. Также налицо попытки искажения реальности в информационном пространстве и подтасовка фактов. Это, несомненно, указывает на провокационную основу и время, происходящее на Ближнем Востоке. И, несомненно, как вы подтвердили, цель их умножить нестабильность в мире. Не устраивает, может, и многополярный мир. А когда много горячих точек, кому-то это очень выгодно. Поэтому и народы мусульманских стран, и многих стран мира возмущены пристокостью, которая происходит против мирного населения, притом и с обеих сторон. Требованиями их эвакуации и намерениями провести масштабную наземную военную операцию, которая может привести к еще большим жертвам среди мирных граждан, да и глобальным последствиям состояния мира в мире. Сегодня, когда весь мир кипит, народы и страны мира, все мы, несомненно, должны вносить достойный вклад в сохранение мира и утверждение ценностей жизни. Считаем нашим долгом призвать в стороны конфликта к немедленному прекращению военных действий, освобождению заложников и недопущению разрастания конфликта, гибели и страданий мирного населения. Мы призываем мировое сообщество страны и исламского мира поддержать усилия России по скорейшему созыву Совета Безопасности ООО для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и предпринять все усилия для начала переговоров на высшем уровне и инсценировать новые действия, может, даже мирно-творческие силы в зоне конфликта, организацию гуманитарных коридоров для беженцев и поставок гуманитарной помощи. Сегодня же быстрее это, несомненно, нужно сделать, чтобы дальше прекратить пролитие крови. В этой связи мы считаем необходимо также в ближайшее время организовать работу по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в этом конфликте. Для этой цели предлагаем создать единый центр по координации этой работы при активном участии и Межрелигиозного Совета России, и духовных центров традиционных конфессий нашей страны. Вместе с тем мы призываем наших соотечественников сохранять спокойствие и единство и сплоченность, не поддаваться на провокации и не допускать возбуждения межнациональной и межрелигиозной вражды. Вносить достойный вклад в защиту Отечества и поддержку защитников Единого Отечества. Мы сами сегодня в таком состоянии. И даже религиозные деятели и имамы, и священнослужители традиционной конфессии находятся там вместе с защитниками нашей отчизны. Никогда в нашей стране не было противостояния традиционной конфессии. Это не только то, что нам передано, но это заложено в основе наших традиций. Потому что единого корня мы признаем одного единого Создателя, и нам нечего делить в этом мире, а в вечности тем более. И нам, верующим, несомненно, необходимо молиться и обращаться ко Всевышнему Господу миров с просьбой благословить наши усилия, ваши усилия, прежде всего глав государств, которые входят в Организацию Объединенных Наций, осознать ответственность и благословить наши усилия в мирном разрешении конфликта, восстановлении справедливости, мира и стабильности на Ближнем Востоке, да и во всем мире. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вы еще раз подчеркнули необходимость межрелигиозного, межнационального согласия. Это чрезвычайно важная вещь. Вообще, всегда, а в данный момент особенно. Уважаемый Мухти, пожалуйста. Уважаемый Равин, пожалуйста. Глубоко уважаемый господин президент, прежде всего большое вам спасибо за вашу инициативу, то, что собрались у нас все вместе, за ваше выступление. Каждое слово, я думаю, что нужно это просто написать и поставить везде. Не случайно, что мы собрались именно в преддверии 4 ноября, День народного единства. Это символично. Народное единство – это и есть уникальность России. Правильно говорили, что это самое главное. И на самом деле так и есть. Мы все время чувствуем мир и взаимоуважение между людьми из разных народов, разных культур, разных конфессий. Во многих других странах не то что межнациональных или межконфессиональных совместных проектов нет. Люди даже за одним столом вместе собираться не могут. А у нас, слава Богу, эта традиция уже многолетняя, а в последние годы она стала еще более важна и актуальна. Я могу сказать, что каждый раз, когда мы собираемся, тем более здесь, мы чувствуем реально дружбу. Это не только разные проекты, которые мы можем вместе осуществлять. Это то, что реально мы чувствуем уважение друг к другу. И это без никакого сомнения благодаря вам. Мы посмотрим на внешний мир и мы сразу видим, как там неспокойно. Здесь еще раз хочу вас поблагодарить, что у нас в России нет этого напряжения. Даже то, что здесь люди не выходят на улицы с демонстрациями, это очень хорошо. Потому что мы все знаем, что уличными демонстрациями везде и всюду пользуются экстремисты. И даже если по замыслу это предполагается мирное выступление, на практике дело сплошь и рядом доходит до насилия. И очень важно, что наша встреча сегодня послала четкий сигнал всему обществу. Мы за отношения, взаимовыражение, дружба и сотрудничество. Но в то же самое время мы не будем толерантны к тем, кто сам не толерантен. Кто исповедует экстремизм и призывает к насилию. К сожалению, история уже показывает, что граница между ненавистью и насилием очень тонкая. Идеология ненависти всегда приводит к насилию. Иногда даже приводит к терроризму. Очень правильно наш патриарх говорил о том, что религия и ненависти, они несовместимы. Это ровно противоположное любой проповедь, любой урок, который религия или религиозный лидер передает, что нужно найти путь, как можно не только любить друг друга, но дружить по-настоящему. И, слава Богу, уже много лет здесь, в России, мы не испытываем государственного антисемитизма. И даже уличного антисемитизма тоже практически нет. Но у нас есть опыт прошлого. И поэтому наша главная просьба сегодня к власти, к федеральной и на местах, что была постоянная и бескомпромиссная борьба с экстремизмом. А если я уже говорил об опыте прошлого, несколько дней назад мы отмечали 80-летие восстания в нацистском лагере Сабибор. Человек, который организовал это восстание, офицер Красной Армии Александр Аронович Печерский, понимал, что нельзя сдаваться. Когда царствует насилие, надо защищать себя и тех, кто рядом с тобой. И мы, как любая религия, молимся о мире, о том, чтобы не было больше войн. Но мир с убийцами невозможен по определению. Поэтому, когда мы сейчас скорбим о сотнях невинных жертв, убитых террористами 7 октября, когда мы молимся о спасении более 200 заложников, и спасибо Муфте Талгаду о том, что действительно должны собираться вместе, делали все возможное, чтобы они уже могли возвращаться домой. Мы знаем, что никаких переговоров с террористами быть не может, тем более никаких компромиссов. Любая террористическая организация должна быть изолирована и уничтожена. Я сам не сомневаюсь, что израильтяне и палестинцы, евреи и мусульмане могут жить в мире, уважать друг друга и при необходимости даже помогать друг другу. Есть все условия, что они могли дружить вместе. Можно взять пример то, что у нас здесь в России. Мир между христианами, мусульманами, юдиями, буддистами, всеми религиями, всеми народами, на самом деле это есть пример для всего мира. Можно подумать, почему здесь мы можем дружить, реально помогать друг другу, радоваться вместе, а там невозможно. Ответ простой. Здесь у нас мудрый президент, который когда видит, что может наоборот помогать в этой дружбе, или, не дай бог, момент, когда может быть, не дай бог, какой-то там трудный момент, собирает нас вместе. И, как сегодня вы говорили, дает очень четкую позицию, что это самое ценное, что у нас есть сегодня в России. И в России, слава богу, с террористами также поступает очень жестко. И результат на лицо. Поэтому очень надеюсь, что российский опыт послужит добрым примером и на Ближнем Востоке, и в других регионах, которые, к сожалению, до сих пор сталкиваются с подобными проблемами. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. И дай бог, что, может быть, именно от этой встречи и благословение, которое получаете от всех религиозных лидеров, дал вам силу реально разрулить проблему, решать ее, и чтобы покой был и на Ближнем Востоке, и с Божьей помощью во всем мире. Спасибо. Спасибо, Рубин. Спасибо, что вы тоже обратили внимание на наши фундаментальные ценности.